Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 И, соответственно, давайте посмотрим на то, что же такое Custom Division от MB-SHA. Прошу сюда. Итак, первое, что, конечно, хочется подержать и посмотреть, это нож Quantum. S90V на клинке, титан, все анодировано шикарно. И, конечно, здесь дико такой прям тугой фрейм, но, черт подери, флип здесь просто сумасшедший. 111 в Титане. Это, наверное, главная мечта вообще большинства ножеманов и любителей MB-SHA. 111 в Титане в Дамаске. Это что-то с чем-то. Нож дико красивый, с бронзовыми оттенками. И механика, конечно же, как у классического 111. Далее мы с вами видим коллаборацию MB-SHA и американского ножевого мастера-дизайнера RJ Martin. В общем-то, абсолютно узнаваемый абрес RJ Martin. Его логотип, как вы можете видеть здесь, также есть. Клеймо, гравировка. И, в общем-то, абсолютно плавный, мягкий ход клина. И самая последняя работа MB-SHA – это коллаборация с Томом Майо «Русский доктор смерть». Вот в таком исполнении в белом карбоне. Друзья, это вообще не передать словами. Нож наелегчайший. Нож абсолютно ничего не весящий. И дико приятный в руках. Что могу сказать вот по этому поводу? Друзья, если есть возможность прийти на стенд MB-SHA, обязательно подержите это в руках. К такому прикоснуться обязательно нужно. Это, пожалуй, лучшее, что мы сегодня вообще видели. Итак, друзья, мы находимся на стенде Алексея Шакурова. Алексей, привет! Добрый день! На самом деле, не скрою, что вчера мы с Алексеем виделись. Алексей дал нам прекрасное интервью, которое скоро выйдет на нашем канале. А сегодня мы пришли на стенд посмотреть на работы Алексея. И мы вам покажем только одну работу, которая, на мой взгляд, является одной из лучших вообще на всей этой выставке. Леш, давай! Ну, о жетонах мы уже рассказывали и в своих обзорах. Ну вот, недавно я закончил новый жетон, подвеску, который называется «Счастье». Я долго его не мог собрать, то есть он как-то не складывался, но в конце концов он получился. То есть жетон выполнен по той же схеме, клинок из домостил, титановый корпус. Вот таким вот образом он складывается, соответственно, в обратную сторону раскладывается. Оформлен он в стиле стимпанка, но есть одна тонкость. Все, наверное, знают старую историю про 4 кубика папу и сына. Здесь та же самая задача. При вращении шестеренок в окне появляются известные нам буквы. И путем вращения из них можно попытаться сложить это слово. Ну вот, наверное, и все. Вот такая вот классная работа, друзья. На самом деле, к своим работам очень трудно иногда относиться с юмором, но, Алексей, зная твое чувство юмора, в общем-то... Ну, оно, да, иногда специфическое, но посмеяться над изделиями, прежде всего над собой, это всегда приятно. В нашей стране, к счастью, это воспринимается достаточно хорошо. Что ж, спасибо тебе большое. Огромное спасибо. Заезжай к нам в гости. Обязательно придем. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, мы на стенде Man's Custom Toys. И внезапно для себя я встретил одного из культовейших мастеров постсоветского пространства Заза Ревешвили. Заза, огромное спасибо, что согласились поговорить с нами. У меня буквально пара вопросов к вам. И перейдем, собственно, к вашим ножам. Первый вопрос, что меня и наших подписчиков, в принципе, интересует, это то, что какова разница ножевой культуры в России, на постсоветском пространстве и в США. Начнем с того, что вот в России, благодаря системе образования в Советском Союзе, да, многие, которые пришли вот на живой мир, у многих специализированное образование, они больше пришли с художественной сферой. Поэтому у них именно вот художественные качества более развиты, и в их работах вот это, именно художественность, в их творчестве больше преобладает, чем у западных мастеров. Западные больше пришли из станкового производства, или вот в плане дизайна и художественного оформления наши ребята, на самом деле, занимают первое место. Это очень приятно слышать от такого мэтра, как вы. Что вы можете сказать именно про американских ножевых мастеров? В какую сторону сейчас развивается ножевая культура именно американская? Американские мастера, вот, они тоже делятся, те, которые занимаются серийным изготовлением, хотя и они один человек, это не заводы, не мастерская, но они более используют ЧПУшные станки с программным управлением, поэтому они занимаются именно серийным производством ножей. Но есть такие же художники, ножевики, которые, они штучные работы делают, но, естественно, количественно их гораздо меньше. Их можно увидеть вот на выставках в Калифорнии, вот есть две закрытые выставки, я там участвую, есть в Солванге, Калифорнии, вот там и приглашенные коллекционеры, и приглашенные со всего мира самые лучшие мастера тоже, 44 человек. Также и в Сан-Диего есть там 25 количественно меньше, вот именно те, которые штучные работы делают, высокохудожественные и самая вот такая элита, вот выставляются там. А есть очень много остальных выставок, самая большая вот это Блейдшоу в Атланте, там начиная от производителей иностранных, даже китайцы там есть, и там есть и те мастера, которые серийку делают, вот. Это самая большая выставка вообще в мире. Блейдшоу в Атланте. Вы затронули очень актуальную тему сегодня, это китайские производители. Как вы относитесь к добротным китайским производителям, которые не занимаются клонированием, копированием известных брендов, а делают свой продукт, таких как Рейт Найвз, Ви Найвз. Ви Найвз, да, я их очень хорошо знаю, Ви Найвз, их не владельцы, их не генерины. Они одни из лучших там. Вот, они другой, вот, они как раз молодые ребята, более у них подход другой, и они стали работать с дизайнерами, с американскими, с европейскими дизайнерами, да. На минутку там есть даже один украинский дизайнер. Украинский тоже, да, 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 да. Есть вот, они уже, они делают свой дизайн, там, где вот именно авторская модель, и потом уже их лого, вот это Ви Найвз. Вот, и как раз вы, которых упомянули, у них самое лучшее качество. У них есть станочники высококвалифицированные, и современные станки, и у них конечный продукт очень высокого уровня. Но, естественно, есть те, которые вот по старинке работают, и они копируют, и, но жизнь показывает, что у них не будущее не так хорошо светит, как вот Ви Найвз и Райк Найвз. Райк, Ви Найвз и, собственно, Рейд сейчас это одни вот из ведущих производителей Китая. Ну, ладно, мы с Вами, Коля, заговорили про ножи, давайте посмотрим уже Ваши работы, потому что это, ну, качественно выше. Вот начнем с самого простого. Это мой модель, сначала мы называли его Spartan, такой более вариант простенький, с дамасским болстером, с Мамонта, вот, который, кстати, из России. Вот сталь, это S30V, это порошковая сталь американская. Вот, это самый мой простой модель, такой manual liner lock. Вот, потом мой довольно известный модель, вот этот, который я называю Vendetta, да, это чисто кинжальная форма, абсолютно симметричная. Вот, он работает в двух режимах, в обычном режиме и в предохранительном, он, когда вот уже спредохранительно снимаем, он работает в автоматическом режиме. Вот, нержавеющий дамаск на клинке, на болстере, стабилизированный буйволный рог и натуральные камни. Вот, это более такой вариант с гравировкой, с золотой всечкой, более большого размера. У меня все работы штучные, никогда дизайн не повторяется, в них всегда есть разница в этом. Сейчас я вам покажу последнюю работу, я где использовал. Сталь моего друга Берти Ритвилда, Южно-Африканской республики. Самый известный мастер-ножевик из ЮАРа, Берти Ритвилд. Вот, тут я использовал его дамаск. Он кует из подшипников, это очень довольно сложный процесс, многие старались повторить, но у них не получилось. И потом, естественно, я использую технику воронения, чтобы придать свет. Вот это самая последняя модель. Заза, большое вам спасибо за уделенное время, спасибо за то, что показали ваши работы, познакомились с уникальным человеком, которого я, оказывается, знал по его работам, но никогда не видел вживую. Все, спасибо вам огромное. Спасибо. Творческих вам успехов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня уже второй день. Возможно, вы смотрите это видео, и оно смонтировано как бы в один день, я еще не знаю, но тем не менее. Сегодня мы находимся первым делом на стенде официального партнера компании Kershaw в России. И, соответственно, буквально только-только подъехали самые горячие новинки от компании Kershaw. И давайте мы самыми первыми с ними, конечно же, и познакомимся. И лаунч, лаунч девятый. Опять же, как вы можете видеть, модель небольшая. То есть, опять же, это автоматик. Маленький, да, как говорится, удаленький. Можете видеть, что CPM 154 на клинке. Опять же, алюминиевая рукоятка. И опять же, совершенно чумовая механика. Далее у нас идут новинки. Это лаунч 4, который уже был. Специально California Legal. Эта модель, как вы можете видеть, отличается от предшественников тем, что у нее идет покрытие на клинке. Покрытие цирокот. Голубое или же красное. То есть, подобную историю мы с вами можем вспомнить по ножам от Microtec, которые выходили под лимитированной серией, а именно в серии Star Wars. И там это был Jedi Master, по-моему, Рыцарь-Джедай, а это был Сид Хлорд. Что ж, идем дальше. Вот такой вот интересный нож. Опять же, новинка от компании Kershaw. Дизайн это Indahouse, то есть, это дизайн компании Kershaw на клинке 8 Chrome 13 Molybden Vanadi. И эта модель у нас с вами 2131, которая называется Epistol. Модель интересная. На лайнер-локе. Как вы можете видеть, осевой винт закрывает вот такая интересная вставка. То есть, это такая, я бы сказал, фальш-кнопка. Но на самом деле нож абсолютно мануальный. И нож абсолютно такой вот небольшой, удобный. И, в общем-то, для каких-то абсолютно простых бытовых задач вполне себе подойдет. Следующая модель у нас вот такой вот достаточно странный красавец. Опять же, по-моему, это лимитка. 8 Chrome 13 на клинке. Так, модель эта у нас с вами 2035. Называется она Parsec. Это называется Parsec. Опять же, это флиппер. Такой достаточно тоненький, собранный на бонках, как вы можете видеть. И что, в первую очередь, меня, конечно, радует, это вот этот вот осевой узел. Вот этот осевой, прекраснейший осевой узел, действительно, который выделяет этот нож из всей общей массы. По удобству. Достаточно удобная штуковина, интересная. И, в общем-то, заслуживающая внимания любителей ножевой тематики. Следующий нож у нас с вами идет 2050. Это модель Mix Tape. Вот такой вот Варнклиф с интересной формой клина и с такой вот эмерсоновской, скажем так, шайбой на обухе. Небольшой фанат шайбы я, конечно, но, опять же, все ножи на вкус и цвет разные, вот, соответственно, любители подобного, конечно же, есть. И, в общем-то, все любители менять вот эту шайбу на донцы гильзы, да, опять же, ребята, для вас такая вот бюджетная история, которую можно классно кастомизировать. Опять же, лайнер лок, G10 рукоятка, интересно вставленная клипса, то есть, можете видеть, что клипсы уходят внутрь рукояти. И, соответственно, механика здесь вообще абсолютно плавная, все очень удобно. И, опять же, как я люблю, вот этот вот скос на рукояти а-ля Mix Trider, да, то есть, все четко упирается в ладонь и, соответственно, удержание нож действительно очень удобен. Друзья, хочу заметить, что ножи все я вижу вот буквально первый раз, держу первый раз в руках, и это мои первичные вообще впечатления. Следующий у нас идет вот такая вот тяпочка. Это модель у нас с вами 3445. Называется этот нож Static, такой Cleaver Blade, что называется, да, то есть, такой топорик-тяпочка, опять же, флиппер. Флип очень мягкий и, соответственно, очень такой приятный нож получается себе в руке. Небольшой, соответственно, рукоять алюминий или даже, честно говоря, даже нет, не алюминий, это стальная рукоять, друзья. Она холодная, она тяжелая. Могу ошибаться, конечно, но, опять же, прошу прощения, держу первый раз в руках. По удержанию, опять же, из-за наличия подпальцевого чойла в удержании абсолютно удобен. Подстрогание подрез. Ну и плюс, опять же, достаточно бюджетная история. 8-хром-13 молибден на клинке. То есть, нож будет недорогой. И, соответственно, приобрести в поюз такой будет, ну, я считаю, вполне себе прикольно, учитывая то, что действительно рабочая штуковина. И, как вы можете видеть, небольшая. И, реально, поверьте мне, удобная. И последний вообще гвоздь этой программы. Вот такой вот интересный нож с двусоставной рукояткой. Модель 3860. Эта модель называется Oblivion. Что могу сказать? По удержанию, ну, надо привыкать. Конечно, здесь все очень интересно. Очень интересный контраст, поскольку ножи только с улицы. Теплая G10, холодная стальная рукоять. Очень интересно в руке ощущается. Немножко великоват для меня, конечно, но нож дико удобен. Плюс интересный стремительный клин. Абсолютно классическая такая форма. Мне лично напоминает Counterpoint от Cold Steel. Интересное вот такое решение в качестве стопора использовать, стопора фрейма использовать G10-ю такую вставочку. И, соответственно, здесь у нас с вами ассист. То есть, нож слегка даете ему пинка под флиппер, и, соответственно, он открывается. Внешний вид, конечно, здесь мне напоминает, например, одну из моделей фирмы Spartan Blades. То есть, за счет того, что комбинированная рукоять G10 плюс сталь. Соответственно, переставная клипса под левшу-под правшу. Вот такое интересное темлячное отверстие. И, в общем-то, в целом нож, конечно, удался. Чисто визуально. Что касаемо удержания, не могу пока сказать. Я еще, честно говоря, не определился. Вроде бы удобно, но нужно как-то его все-таки подольше подержать. Что нравится, это то, что фрейм заходит достаточно глубоко. Он практически отсутствует какое-либо пространство. То есть, и это самое место ощущается абсолютно монолитно. Что ж, друзья, скоро все новинки, представленные здесь, на стенде, появятся в нашем магазине. Скоро они будут доступны к заказу. Соответственно, приехать, посмотреть в магазин, так же все это будет можно. Поэтому ждем вас у нас в гостях, а мы идем дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, друзья, мы снова на стенде Men's Custom Toys. И сегодня мы с вами пообщаемся с Берти Ритвельдом, известнейшим ножевым кастомным наифмейкером, известным также по производству дамаска типа Dragon Skin, который используют всемирно известные ножевые мастера, такие как Тони Морфионе. Итак, Берти, спасибо за это интервью. И мой первый вопрос. Это ваш первый визит в Москву? Мой вообще первый визит в Россию. И как вам Россия? Я люблю ее. Москва красивый город. А как же это дождливая погода? Вы приехали из Африки. Да, там очень сухо. Ну, вообще дождь – это хорошо. Мы сейчас похожи на Лондон. Окей. Давайте поговорим о ваших ножах. Это уникальные работы, и не могли бы вы показать нам что-нибудь? Да, конечно. Если вы знаете, у меня своя собственная сталь. Она называется Dragon Skin. И она уникальна. Я был первым, кто разработал эту сталь почти уже 20 лет назад. За эти годы я доработал ее так, что теперь она по-настоящему продвинутая. Еще у меня уникальный способ нанесения моего имени на нож. Так как я не хочу портить Дамаск своим логотипом, у меня есть маленький объектив, который называется объектив Стэнфолпа. Я делаю его сам, из маленького куска стеклянного стержня, который на самом деле сделан из кварца. С одной стороны он закругленный, с другой плоский. Но это закругление очень маленькое. А с плоской стороны я прикрепляю малюсенький микрофильм. Если смотреть сквозь стекло, картинка увеличивается, так что можно увидеть мой логотип. Насколько я знаю, я единственный человек в мире, кто делает нечто подобное. Это довольно сложно, прикрепить его. Нужно отшлифовать закругление, обработать стекло и все такое. Многие тратят меньше времени на нож, чем я трачу, чтобы поместить на него свое имя. А у вас есть патент на это? Нет. Патента у меня нет. Вообще это придумали уже больше ста лет назад. Сначала его разработал лорд Чарльз Стэнфолп. Давным-давно. Это использовали около ста лет назад. Я общался с одним коллекционером, который показывал мне антикварные ножницы, в середине которых была такая же линза с изображением швейцарского города Берн. Не думаю, что можно запатентовать что-то настолько старое. О, я вижу, у этого ножа клинок состоит из двух частей. Да или нет? Нет, нет, это единый кусок. Этот специфический клинок имеет три разные финишные обработки. Я покажу вам. Эта часть обработана очень мелким песком. Эта же часть клинка сатинирована, и обух клинка заполирован. Три разные обработки на клине. И сколько вам времени понадобилось на изготовление этого ножа? О, чтобы сделать такой нож, нужно 40 лет, потому что именно столько у меня ушло, чтобы накопить опыт. Хм, окей, хороший ответ. Окей, вы впервые в России. Может быть, вы знаете русских мастеров? О, да, у меня есть несколько книг про отличных российских художников. Но я не могу прочесть имена, буквы как будто пропустили через терку. О, я могу вам помочь, я могу вам помочь. Но я часто просматриваю их. В вашей стране есть по-настоящему великие мастера. Окей, вы видели ножи Широгоровых? Наверное, да, если я их увижу, я узнаю, но по имени определить сложно. Окей, Берти, давайте поговорим про ваш дамаск. По моему мнению, это самый красивый дамаск в мире. Как вы его делаете? Как я его делаю? Когда я начинал делать сталь, я экспериментировал с разными техниками. Я брал маленькие куски проволоки, клал их в форму и сплавлял их. Если класть между ними порошок металла, они остаются круглыми. Но если не класть, они становятся восьмиугольными, или иногда шестиугольными. Тогда с одной стороны получаются шестиугольные узоры, но сбоку выглядит это не очень. Просто прямые линии, потому что это просто куски проволоки. Я стал думать, как сделать так, чтобы получился красивый узор в трех измерениях. Тогда у меня в голове загорелась лампочка. А что если попробовать использовать шарики? Маленькие стальные шарики. Я взял тысячи стальных шариков, покрыл их никелем, положил в коробку с металлическим порошком. И расплавил. Хотя то, что я сейчас говорю, это еще простой способ что-то сделать. У меня есть целый набор фокусов, которые я придумал за последние 20 лет, чтобы делать сталь. Так вот, когда их расплавляешь, шарики остаются круглыми. Как вы видите на этом узоре. А потом я практически случайно нашел материал, который дает очень красивый цвет. Да, это был мой следующий вопрос. Почему он такой цветастый? Знаете, я не металлург, но я наткнулся на сталь, у которой есть свойство хорошо окрашиваться. Один очень пожилой оружейник помог мне с рецептом для этой стали. Он использовал этот рецепт для разных деталей оружия, и мне удалось получить от него рецепт, прежде чем он умер. Мне повезло, я счастливчик. Этот рецепт включен в документацию каждого куска стали, который я продаю. Так что теперь такие красивые цвета могут получить все. Окей, а как вы думаете, почему кастомные мастера так любят ваш Дамаск? О, я думаю, потому что он необычный. Им нравится цвет, им нравится то, что он отличается от других. У меня есть покупатели по всему миру, и я единственный, кто делает такой Дамаск. Многие пробовали, но дело в том, что они отстают на 20 лет. Я провел последние 20 лет, разрабатывая способы сделать идеальную сталь. Если кто-нибудь хочет скопировать эту сталь, пожалуйста, пусть попробуют. Но это нелегко. Если кто-то попробует скопировать ваш Дамаск, я думаю, вы придумаете что-то новое. Я думаю, да. Я пионер в этом деле. Я люблю всегда быть на два шага впереди остальных. Окей, Берти, спасибо вам большое. Мы очень рады были вас видеть. Для меня это тоже огромное удовольствие. Спасибо. 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 Андрей, расскажите, пожалуйста, буквально пару слов про ваш магазин, про ваш стенд и про ваши ощущения от выставки. Ощущения от выставки приятные. Явно лучше, чем в предыдущих годах. Так сказать, люди оживают. Есть такое. По поводу магазина. Мы первые, кто в Россию привезли в 2006 году, причем даже, можно сказать, изначально в частном порядке, эксклюзивные ножи западных производителей. Тогда это было в основном США, Канада, немного Европы. Со временем профиль ушел больше в европейскую стилистику, чем мы сегодня успешно и занимаемся. Основной упор делается на складные ножи, достаточно высокого сегмента ценовой уровня, с натуральными материалами отделки. Мамонт, черепаха, какие-то камни, гравировки. Основной упор делается на Италию. Законодатель ножевой моды все-таки это Италия. Можем пройти. Покажу. Один из, наверное, супер-шедевров, которые есть не только у нас, но и вообще на всей планете. Это авторский нож мастера Сальваторо Фагорицу, он же Торо Фагорицу в Сардинии. В ноже 140 бриллиантов Кортье. Гравировка американского мастера Барри Лихенца. Цена по запросу, но больше 50 тысяч евро. Таких ножей 7. Это с самой богатой отделкой. Это ножи самого в прошлом, пожалуй, именитого мастера итальянского Сальваторо Пудду, бывшего президента всей итальянской гильдии ножевиков. На одном из ножей делала скульптурное изображение из титана с вставкой камней наша русская отечественная скульптор Юлия Базанова. На втором гравировку делал итальянский мастер Валерио Пелли из Бреши и Ломбардии. Каждых ножей, именно форм ножей, выпущено где-то от 3 до 10 штук. Точное количество мастер не разглашает. У каждого своя отделка. Все ножи собраны изнутри. Внешних винтов нет ни одного. Сделан специально под гравировки. У итальянцев это, скажем так, почти закономерность, чтобы ни один лишний элемент не портил внешний вид ножа. Сам разрешите представить самого мастера Сальваторо Пудду. Вот это все. С господином Пудду мы работаем уже как раз полных 13, наверное, лет. Может, даже побольше. Самое лучшее, самое высшее качество всегда и всюду. Очень, сам по себе очень хороший человек, исполнительный и очень творческий. Срок ожидания ножа от него может быть от года и больше, больше, больше. До бесконечности, да. Андрей, если позволите, мы пообщаемся. Буквально пару вопросов зададим мастеру. Конечно. Первый вопрос. Сколько времени у вас уходит на изготовление одного такого предмета? Сколько времени у вас уходит для этого? Я делаю мастера, как мастера, как мастера, как мастера. Обычно я произвожу... Я известен по ножам с мультилезвием, то есть два, три лезвия. Наши мастера уже много месяцев занимают... Потому что я пользуюсь к мастерам, то есть вот, например, в моих частях, продаются все, что его отговоры от мастера, все, что личные, что занимают много месяцев... Значит, я не использую ТП, использую только инструменты, которые, вручную, мне позволяют сделать, Но мне нравится построить все в руке, я даже делаю свои винтики, которые находятся в моем положении, тоже сделаны мной в руке. Для меня это искусство, как форма арта, то есть искусство, и мне нравится видеть законченный предмет, когда он уже отличный. Такой нож, например, с одним лезвием, предполагает где-то месяц работы, 20 дней, ну месяц. И все, что есть на моем ноже, я всегда стараюсь делать сам, и даже вставки из золота тоже я реализую. Окей. С какими материалами вам больше всего нравится работать? С какими материалами мне нравится работать? Я обычно использую РВЛ-34, РВЛ-34. Только для того, чтобы сделать хорошую шлифовку, иногда уходит целый день. Всего лишь один день. Просто один день. Процессы. И вот процесс шлифовки занимает... Все вручную. Все вручную. Все. Окей. То есть щетка, бумага такая специальная, черегуэй. Окей. Такой вопрос. Вы, как член гильдии мастеров, имеете полное представление о том, что происходит вообще в ножевой индустрии сегодня. Кого вы считаете одним из лучших мастеров на сегодняшний день в мире? Окей. Такое, как в итоге, как knife maker? Knife maker итальянцы? К 90%? Мы говорим про итальянцы или вообще в мире? Мы говорим про мир в Сушео. Кого вы можете видеть? Мы говорим про� perspectives… Мне, мне, мне. А мне, мне не нравится. Может быть, при этом это нужно сделать название? Ни… Мне не нравится называть кого-то определенно… Назвать имена. Окей. Причем я, например, сольвами, Многие мастера, например те мастера, которые участвуют на выставке Аки или Солванг, они достойны всех званий быть лучшими? Например, в итальянской гильте, если мы говорим про итальянских мастеров, можно отметить Сильвестрелли, Эммануэль Эспозитто, Антонио Фогорицу Наверное, может быть и я тоже не знаю Сильвестрелли где-то здесь Сильвестрелли уехал сегодня, он был вчера на выставке Я, к сожалению, не успел с ним пообщаться Да, он, кстати, получил тоже орден Российской гильдии за заслуги Да, я видел, у него был на Лацкане Да, да, есть еще другие мастера, есть вот мастер Заза на выставке тоже Да, мне кажется, это очень много. Да, есть еще несколько чипов, но, если мы говорим про больше уровней, то, может быть лучше Я сейчас назвал пару именов, во всем мире конечно же, можно расширить список, но сейчас не будем этого сделать Мобильный. Окей, окей. Грация. Грация. Итак, друзья, мы переместились чуть-чуть вглубь магазина, вглубь стенда магазина Блэйд Арт. И, Андрей, скажите, пожалуйста, что же еще, помимо того, что нам только что показали, что еще у вас представлено? В основном продукция корпорационной итальяны Калталинаи. Гильдия итальянских оружейников. В основном. Законодатель моды, красивых, технологичных и вообще арт-ножей – это Италия. Вот работа того же Сальваторе Пудду. Некоторые ножи являются прототипами. Первые ножи возможной серии, но, возможно, они будут серией, а, возможно, они не станут серией. Так и останутся одноэкземплярниками. Ножи еще более именитого мастера Сальваторо Фагорицу, который был представлен ранее. У него не такая лаконичность в формах, они более высокотехнологичны, но у него более хитрые замки и система открывания. Есть даже национальные традиционные сардинские ножи. Это не подтада, это резорца. Резорца. Это колтелло ди пастора. Это нож пастуха. Без замка. Сложили, открыли. Это считается очень маленький размерчик. Бывают ножи пастуха вот такие. Ну да. Это продукция величайшего Фабрицио Сильвестрелли, действующего президента итальянской гильдии мастеров. Который, как мы понимаем, к сожалению, уже уехал. Улетел. Все, Милан ждет. Все, да. Ну, основной упор, я и мои покупатели, все-таки мы хотим видеть ножи именно арт-направления. Перламутр, черепаха и так далее. Однако Сильвестрелли выпускает также и тактические итальянские ножи. В том числе свой дизайн он продает итальянским фирмам. Типа Технокат, Виппер, Фокс. Многие ножи как раз его дизайна. Есть? Да, шведские мастера. Это великий Кай Эмбротсон. Один из немногих мастеров, которые входят в так называемую гильдию Аки, Art Knife Invitational. У них своя выставка в Штатах. 25 мастеров. Либо уход из гильдии добровольно, он покидает любой. Либо в случае смерти. Потом Канклав из оставшихся 24-х совещается, кого принять. И потом принимают. То есть такая вот закрытая. А-ля Ватикан. Вот. Сильная. Своеобразная. Вот Кай Эмбротсон как раз входит в 25 лучших мастеров. И немец Дитмар Креслер тоже туда же входит. Вот. Это нож великого Франческо Паке. Раньше человек делал ножи. А сейчас один из самых, наверное, даже самый знаменитый фотограф ножей в мире. У него в результате обработки металла начались осматические проявления с легкими. И пришлось закрыть вопрос. Каждый нож, который стоил когда-то 2-2,5 тысячи в Европе. Сейчас от 5 и выше. Ну, моментально выросло, конечно. А это в основном Штаты. В основном Штаты. У США есть одна беда. Все-таки американцы, они более ориентированы не на арт, на искусство, как на формы. Они ориентированы на продажу. Шубка богаче, как они говорят, чтобы золото стекало с ножа. Вот. Но с формами у них чаще всего беда. Если даже есть у ножей какие-то плюс-минус, плюс-минус неплохие формы, это 100% не англосакс, а обязательно там итальянец или южноафриканец или еще кто-то. То есть вот... Ну, я вот так вот не прикидывая, по-моему, вижу Штейгер-Вольта, да, наверное? Штейгер-Вольт есть. Вон он вдалеке стоит. Да. Но правильно, Штейгер-Вольт, потомок иммигрантов из Германии. И вот, соответственно, форма. Да. Один из, кстати, самых интересных мастеров Скотт Соуби. Запатентована его уникальная система закрывания замка. Путем нажатия в основании клинка со стороны рукояти на кнопку уход всего клинка за рукоять с последующим закрытием. Только он такой выпускает. Ну и, наверное, великий француз, он же сицилиец по рождению и по гражданин француз, вот, Франция. Это великий Шарль Беника, который создает ножи, в коробочке к ножу идут инструменты для разбора. Если снять верхнюю плашку рукояти, можно увидеть, как нож открывается и закрывается даже в открытом состоянии. 28 или 30 деталей состоит ножек. И вот это все в идеальном полированном состоянии, даже внутри, видно всю вот эту механику. Это что-то. Андрей, если не сложно, какова цена вопроса? Ну, скажем так, я сейчас наизусть не вспомню. Вот это в районе 8 тысяч евро. Причем, я думаю, что будет еще дороже. Ну, не у меня, а вообще его работа со временем. У него была его муза, жена. Недавно скончалась от онкологии. Мастер переживает, ну, не самые лучшие времена, ему самому годиков много. И вообще, судя по тому, что творится сейчас с его ножами, я буду, думаю, расти, расти и расти. Для него удар был такой сильный. Вот. Так что вот так. Нож Боба Торзуолы. Никто не... Кто подходит, даже не понимает, что это Торзуола. 1984 год изготовления. В 1992 был отгравирован американским гравером Роном Скаксом. Рукоятка вся из золота. 14 карат. 14. Да. Вставка 14 карат. Это у нас, по-моему, 585. Да, 585 проба. Вставки из 750 золота. То есть аналог нашего 18 каратного, насколько я помню. Орлы из серебра с обеих сторон. С одной стороны зайчик. Зайцы убегают. С другой стороны утки летят. Выпущено 5 ножей. С разным видом золота. Разные мастера гравировали. Выпущено для нью-йоркского салона Барретт Смит. Уже салону этого не существует. Он закрылся. Все, кто имеет один из пяти ножей, даже не стремятся продавать. Потому что, как мы понимаем, что Торзуолу уже тоже не молод. И, соответственно... Более того, вручную-то он уже не делает. Вручную он уже, да, не делает. Тут еще одно нельзя забывать. Когда он был изготовлен, это было 1015 долларов. На сегодняшний день я писал Рону Скаксу с вопросом, сколько стоит такая гравировка. От 8 до 11 тысяч. Писал Торзуоли, сколько стоит сам нож сделать такой, он говорит, 10. То есть сегодняшняя себестоимость, если делать сегодня, примерно 21-22 тысячи себестоимость в Штатах. А продажная в Штатах 30. А этот был куплен, когда еще было 15. Ждем. Вот так вот, друзья. То есть все, кто не верит в то, что ножи – это такое же искусство. Все, кто не верит в то, что ножи также могут доставлять неимоверный кайф и стоить, как в буквальном смысле самолет или машина. Пожалуйста, магазин Блэйд Арт вам все расскажут, покажут и, в общем-то, убедят вас в том, что это настоящее искусство. Во всяком случае, вам не дадут купить некачественный товар не у нас и дадут совет, чтобы вы не покупали что-то и в другом месте. Пускай вы не купите у нас, не надо, но мы вас отговорим покупать нечто, к чему лучше даже не притрагиваться. Что ж, Андрей, спасибо огромное. Это очень интересно, это очень крутой стенд. Вам огромная удача. Еще раз спасибо. Благодарю. А мы двигаемся дальше. Спасибо. Спасибо. Специальному дилеру компании Блэйд Арт. Аривидерчи. Чао-чао. Чао-чао. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, друзья, вот такая вот выставка Arms and Hunting нашими глазами. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, колокольчик, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok